Есть плакат с Юрием Дмитриевым, очень важная тема. Я хотела взять этот плакат, но, наверное, возьму уже с Дашей Полюдовой, поскольку ее опять избивают. Мама жалуется, что там не найти никаких правозащитников. То есть, точнее, правозащитники есть, но их роль ничтожна. Да, они приезжают, ничего не меняется. Ситуация не меняется уже несколько дней. Ну, это явно заказные истории. Это дело особенное. Прямым текстом называется группой по 282-й статье. Это социальная группа должна быть в чем-то оскорблена, ущемлена, унижена. Президент Российской Федерации, органы власти РФ и СМИ российские у нас является, оказывается, социальной группой отдельной. По факту приговор 3 года означает, что они таковой группой признаны, которые просто нельзя оскорблять. И 282-я статья совершенно отчетлива, безо всяких затей, становится статьей, по которой осуждают элементарно за инакомыслие, за критику власти. Я возмущен самим фактом наличия политзаключенных в Российской Федерации. Это недопустимо. Человека сажать даже за высказывание своего мнения, даже крайне радикального. Как говорил Сталина Вольтер, я могу вас ненавидеть за ваше мнение, но я готов умиреть за то, чтобы был и свободным, и могу его высказать. Лучше никто не сказал ни до, ни после. В последнее время, надо сказать, люди стали больше обращать внимание на плакаты. Подходят молодые люди, которые спрашивают по поводу чего, что это означает плакат. И когда говоришь, они говорят, вы извините, что я ничего не знаю, но что я до недавнего времени совершенно был вне политики, а сейчас как-то вдруг понял, что действительно надо что-то делать. И когда я спрашиваю, что на чем сломался, говорят, что материально или что, когда экономическое положение, нет, просто вот общая такая ситуация, просто вот уже на Северной Корее становится похожее. И ну как-то это немножко обнадеживает, хотя это все равно, конечно же, единицы. Так же, как и представители других движений сегодня, мы вышли на Невский проспект для того, чтобы еще раз напомнить о том, что он сейчас лишен свободы и жизнь Алифи Руза под угрозой. И так же мы собираем подписи в МВД, главе миграционного управления МВД, с требованием либо предоставить ему статус легальный на территории России, либо разрешить ему выехать в страну, которая готова его принять. Информация о деле. Спасибо. Спасибо.